Внимание! Данное видео не имеет цели обидеть или унизить кого-либо, а несет чувство-извлекательный характер. Видео является юмористическим и включает элементы сарказма, поэтому я настоятельно не рекомендую воспринимать его всерьез. В заключении хотелось бы упомянуть, что все сказанное видео является сугубо моим мнением. Приятного просмотра! Всем привет, дорогие девчонки! Я очень рада, что вы попали именно на этот видеоролик, потому что в этом видео будет очень много жизненно важной информации. Так как сегодня с помощью силы макияжа мы будем перевоплощать вот это вот страшище по-настоящему красивую девушку. А так как я супер топовый видеоблог и что я вам буду показывать сахш целых два варианта макияжа на двух половинках лица. Давайте же начнем! И начнем мы с тональной основы. Самое главное правило, которое нужно запомнить, это то, что тональная основа обязательно должна быть или светлее, или темнее вашего цвета кожи. Первый вариант не такой распространенный, но все же, если вы предпочитаете его, то тут все предельно просто. Вам всего лишь нужно нанести светлую тональную основу на лицо. Но все же, если вам кажется, что ваше лицо еще недостаточно белое, то можно воспользоваться мукой. Если у вас не получилось накопить денег на отпуск, то вам идеально подойдет тональная основа на несколько тонов темнее. Если же вы хотите сделать свое лицо более страшным, то затемните его с помощью теней. Вау! Перфект! Просто персик! И тут передо мной настала настоящая дилемма. Какой же цвет мне выбрать, чтобы покрасить брови? Может вот этот светлый, который подходит мне идеально? Конечно же нет! Или может вот этот коричневый потемнее? Конечно же нет! Вообще, что за глупый вопрос? Черный – это идеальный цвет для такой яркой девушки, как я. Я же просто говорю вам золотую истину! Разве могло быть иначе? Теперь берем наш ненаточенный карандаш и рисуем, или же максимально тонкие, или же максимально толстые брови. Кто сказал, что существует золотая середина? Теперь, когда мы испортили брови, то можно начинать портить глаза. Для этого вам понадобится найти самую яркую палетку из вашей коллекции. Вот я, например, возьму вот этот вот фиолетовый и вот этот вот бирюзовый, которые максимально между собой плохо сочетаются. Нанесу фиолетовый на подвижное, а бирюзовый на неподвижное веко. Потому что… Ну, вот, потому что я так хочу. Чего вообще должна кому-то отчитываться, ё-моё? Также советую вам напрочь забыть про растушевочные кисти и рисовать всё руками. Если же вам не понравился первый вариант макияжа, то можете сделать цветной градиент, который будет тоже таким мерзким и ярким. Но всё же, если вам ничего не нравится, но вы всё же надеетесь всё исправить, то добавьте немного белого в уголок глаза. Ммм, так намного лучше. Теперь достаем из косметички самую засохшую тушь трёхлетней давности. Нет, вот это хорошее. Вот, подойдёт идеально. Красим тушь в несколько слоёв так сильно, чтобы ресницы слеплась и на них появились комочки. Также не забудьте позаботиться о том, чтобы тушь отпечаталась на верхнем веке. А теперь, дорогие мои, нам нужно сделать очень выразительный контурик. Да такой выразительный, чтобы он мазорил окружающим глаза. Что за макияж без румян? Добавляем их максимально много и везде, даже на носу, что идеально будет сочетаться с вашим автозагаром. Боже, кого я обманываю. Да нафиг эти кисти вообще. Макияжа без помады не бывает, так что мы берём самую яркую помаду, которую мы найдём, и совсем чуть-чуть выходим за контуры. А теперь важное объявление. Так как я очень люблю своих подписчиков, то стараюсь быть очень искренне с вами. И теперь с ужасом вынуждена вам сообщить, что недавно обнаружила, что люди со страхом начали от меня шарахаться на улице. Я прошу вас помощи. Если кто-нибудь знает, с чем это связано, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Боже, как мне страшно. Заранее, спасибо вам огромное. Продолжаем наш туториал. В инстаграме я видела, что люди часто рисуют себе на щеках маленькое сердечко. Чем мы, собственно, сейчас и займёмся. А теперь, когда эта маленькая деталь готова, то я вас поздравляю, ваш образ готов! Но прежде чем вы с ужасом побежите всё это смывать, то не забудьте сделать губы уточка, сделать дурацкое селфи на фоне с мусоркой и выложить всё это дело в инстаграм с хэштегом ЯТП. Отмечайте меня, я выберу самые лучшие фотографии и покажу их в следующем видео. Когда ты вообще думаешь, надо тебе это или не надо, а может, ну его. Да ладно, нет, я рисковая девушка, главное, чтобы я никто не заметил. Ой. Всё. Хана. Ладно. Также не забудь поставить лайк и подписаться, если хочешь больше таких познавательных, интересных роликов. А я с вами прощаюсь, всем пока!